Прошедший ночью в самом-самом центре Екатеринбурга, загодя перекрытом по такому случаю, играла живая музыка, по брусчатке ходили люди, в основном молодые мужчины, ходили колоннами, коробками, расчетами, дружно, в ногу, иногда вот прям-таки печатая шаг. Первая ночная репетиция началась вчера еще в лучах закатного солнца, официально с шести вечера. Продолжилась, как стемнело при свете фонарей, при том, что в реальности парад пройдет и вовсе при другом освещении, строго утреннем 9 мая. По площади имени событий 116-летней давности прошагали тысячи людей в форме, но пока еще совсем не в парадной, некоторые даже при оружии, представлявшие царицу полей, и это отнюдь не кукуруза, а та, что старается не пылить, танкистов, артиллеристов, летчиков, военных железнодорожников и даже были воины в белых бескозырках. Около 20 парадных коробок нанесли ногами по камням несколько миллионов ударов. Военные музыканты продули через свои трубы несколько дирижаблей воздуха, используя всего 7 нот, и сыграли таким манером три десятка встречных маршей и парадных тоже, чтобы дать возможность прошагать, промаршировать не только армейцам численностью около полутора тысяч штыков, но и силовикам из гражданских ведомств, типа полиции, пенитенциариев, МЧСников и даже немножко было юнормейцев. В общей сложности еще тысяча человек. Бойцы потренировались, командиры выявили слабые места, над которыми предстоит поработать. Например, маскировка пока хромает. Некоторые, особливо дамы, вот так и норовят высунуть из-под маски свой нос совершенно неуставным образом. Первая ночная тренировка прошла в Екатеринбурге без техники, если не считать уазиков и начальственного лимузина с гусномером 1945. Она, техника, разминается отдельно, по собственному графику, на вторчике, далеко не отъезжая от родного 32-го городка. Как раз сегодня, с утра и до обеда, прошла уже завершающая шестая репетиция. 9 мая около 130 ее единиц в ассортименте проедут по площади пятого года. Кроме того, авиационная часть планируется, но, само собой, будет зависеть от погоды. Если она позволит, то пролетит над площадью десяток аппаратов сильно тяжелее воздуха. Следующий такой же залет тренировочный на площади пятого года намечен с вечера в следующую среду до утра четверга. Продолжение следует...